Дорогие друзья, здравствуйте! С вами доктор Константин, сегодня тема лекции Верокосовича Болезни сердца, связанные, как всегда, с нарушением кровообращения Почему мы говорим, как всегда? Потому что западная медицина, у них очень большое убеждение в том, что прежде всего все заболевания сердца внесут в себе нарушение кровообращения И нужно искать, прежде всего, корень заболевания в сосудистой системе человека, либо в сосудистой системе сердца Которому относятся, прежде всего, коронарные сосуды Кому непонятно, о чем мы говорим, слово коронарные Анатомия вам в помощь, уважаемые зрители, пожалуйста, приходите для себя тайну занавеса анатомии И узнаете, что такое коронарные сосуды, что такое аорты и так далее и тому подобное Итак, что нам говорит западная медицина? Западная медицина, вы знаете, очень грамотно и умно нам говорит На первом месте западная медицина ставит сосудистые расстройства Которые могут, прежде всего, приводить к сужению сосудов Атеросклеротические бляшки Это отложение холестерина Злоупотреблением алкоголем, курением Ну и всеразличными, скажем так, слабительными препаратами Химиотерапией Это аптечные препараты Ну и, конечно же, западная медицина очень правильно и грамотно Ставит внимание, что сердце страдает от кислородного голодания Но взамен, чтобы человек учился правильно дышать Западная медицина предоставляет нам, что? Таблетку Такое впечатление, что таблетка, та или иная, заставит человека правильно дышать Не заставит нас правильно дышать Поэтому на первом месте При всех заболеваниях сердца мы ставим, что? Дыхание Восстановите правильное дыхание Учитесь правильно дышать И вы тем самым, что улучшите свое состояние сердца как органа И не только И помните, уважаемые зрители, что сердце, согласно восточной медицине Является хозяином всех внутренних органов Если сердце вы восстановите с помощью кислорода Что восстановится? Все внутренние органы автоматически Вот вам и вывод Что нам говорит восточная медицина? Восточную медицину мы уже читали не раз Лекции, ну так как нужно это читать и говорить Что больше 9 меридианов в акупунктуре отвечают за состояние сердца Вот в каком состоянии эти меридианы? Многие, те, кто болеет с различными болезнями сердца Или расстройствами сердца, не знают Следующий вопрос Что вы лечите? Вы только кушаете таблетки Кушайте, но таблетки вам не помогут Не помогут Поэтому правильное дыхание на первом месте Второе На втором месте стоит состояние поджелудочной железы Которое контролирует мышечный каркас И мы уже неоднократно говорили, что сердце состоит из мышцы Вот и все там мышцы Там даже нету ничего костного А мышечная плоть в каком состоянии? Потому что поджелудочная железа контролирует мышечную систему человека Все мышцы подвластны состоянию поджелудочной железы Ответьте на этот вопрос Ну и что может акупунтура? Диагностика 12 меридианов вам в помощь Общий энергетический баланс Вывод в каком состоянии И восстановить все эти меридианы 12 в норму Хотя бы ближе к норме Но на первом месте стоит все-таки Что? Дыхание И точка P1 Джунфу при общем энергетическом балансе Слабости Что? Нужно активизировать данную точку Которая посылает энергию во внутренний меридиан Который и контролирует сердце Если все меридианы воспалены Данную точку Расслабляем Джунфу Что? И тем самым расслабляем Что? Всю избыточную энергию Которая скопилась Во внутреннем меридиане Которая негативно проявляет себя Теми или иными расстройствами Заболеваниями сердца Спасибо за внимание